Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Джукаев и коротко о главном. Болеют не только взрослые, но и дети. Какова профилактика заражения детей и как с этим бороться? Об ужесточенных мерах, введенных Роспотребнадзором в нашем выпуске. Что читать детям и что делать, если у вашего ребенка появился писательский талант? Гостяши программы расскажут о всех тонкостях воспитания талантов ребенка. Дом молодежи в республике создал каворкинг-центр для бизнес-проектов и социально ориентированных некоммерческих организаций. Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры в ряде регионов с высокими показателями заболеваемости. Среди них и Карачаево-Черкесия. По словам Попова, в общественном транспорте и торговых центрах более 50% людей ходят без маски. Коронавирусная инфекция коснулась и детей. Они так же, как и взрослые, могут заразиться. Возраст заболевших колеблется от 10 до 18 лет, отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Республиканской детской многопрофильной больницы Изабелла Тляйбичева. Также она добавила, что более взрослые дети в группе риска, так как они чаще склонны к общению со сверстниками. Доктор рекомендовала родителям по возможности избегать контактов с другими детьми, потому что риск заражения очень велик. В отличие от взрослых, у детей коронавирусная инфекция течет либо бессимптомно, в основном, либо легкие формы. В основном по России статистика такова, что из всех заболевших 10% являются дети. У нас в Карачаево-Черкесской инфекции, в частности в Черкесске, на следующий момент у меня на учете 845 детей. Из них 120 детей, это подтверждено на сегодняшний день коронавирусной инфекцией. Всего мы наблюдаем с 25 марта, вот уже 10 месяц мы наблюдаем детей с коронавирусной инфекцией, 667 детей зарегистрировано именно больных коронавирусной инфекцией по городу Черкесску. Госпитализировано было 19 детей в госпитале для коронавирусной инфекции, но все они проболели со средне-тяжелым течением. То есть тяжелых форм течения заболевания у нас не было. Но хочется отметить, что дети, которые имеют бессимптомную форму или легкую форму заболевания, также подвержены риску осложнений. То есть не нужно, как говорится, быть в этом ненастороженными. Но нужно отметить, что у детей, как и у взрослых, имеются факторы риска, которые дети наиболее подвержены заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это дети с ожирением, это дети с эндокринологическим заболеванием, дети-инвалиды, дети с иммунодефицитными состояниями, то есть, ну и другими заболеваниями. То есть это те факторы риска, значит, при которых ребенок может иметь даже тяжелую форму заболевания. Вот также хочу сказать, что лечение коронавирусной инфекции у детей существенно отличается от лечения у взрослых. Как таковой специфической профилактики коронавирусной инфекции у детей сейчас нет. Вакцина разработана и применяется только у взрослого населения. Ее начинают прививать с 18-летнего возраста. То есть детей мы против коронавирусной инфекции в этом году не прививали. Вот не специфическая профилактика, это, конечно же, ношение маски. Мыть ее рук, избегать тесных контактов с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией, с людьми, имеющими признаки респираторных инфекций, особенно необследованных. Также желательно, конечно, избегать поездок за рубеж, дальних поездок межрегиональных. Да и вообще желательно, конечно, в этот период как-то изолироваться по возможности. Осень вступила в свои права. Температура воздуха ночью уже со знаком минус. И медики советуют по возможности находиться дома, ведь помимо коронавируса есть риск простудиться. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. В Карачаево-Черкесии прошел форум «Пиши не в стол», где начинающие писатели и поэты СКФО повышали свои навыки, а в этом им помогали именитые коллеги. Одна из них Екатерина Матюшкина, детская писательница и сценарист. Общий тираж ее книг превышает цифру 3 миллиона экземпляров. Екатерина Матюшкина поделилась секретами своей профессии и рассказала о том, что делать, если вы обнаружили у своего ребенка писательские способности. Вы, наверное, уже пообщались со всеми участниками данного форума. Что вы для себя бы могли отметить, что могло бы помочь этим ребятам сильно и, можно сказать, круто изменить свой уровень и свой подход к писательству? Конечно, сегодня очень хорошо то, что есть интернет. И если молодой человек хочет, он может в интернете найти большое количество лекций, большое количество курсов и так далее. И сегодня, чтобы писать хорошо книги и чтобы понимать, что ты пишешь, нужно для себя определить, для чего ты это делаешь. Если ты это делаешь для себя, ты можешь писать все, что угодно, в стол, как хочешь. Если ты это делаешь для людей, для тех, кто тебя будет читать, нужно немножечко понимать, во-первых, проблемы этих людей, с чем они сталкиваются, что для них сегодня насущее. И если эти проблемы действительно тебе тоже, тебя волнуют, совместить интерес их, интерес свой и написать для них вещь, которая им понравится. И важно понимать целевую аудиторию. Какие люди тебя читают, кто тебя читает. И, конечно, если хочешь издаваться, нужно понимать издательский процесс. То есть, может быть, сходить на издательские, писательские курсы, либо просто послушать. В интернете много этого рассказывают. Как печатают книги, что берут в издательство. И также нужно учиться, потому что, к сожалению, далеко не всегда можно найти хорошего педагога, который тебе объяснит все эти приемы, как именно создать книгу, которая будет действительно интересна читателю. Поделитесь мнением, что бы вы посоветовали родителям, чьи дети любят читать и уже начинают что-то писать? И какую литературу вообще важно читать подростку? — Дело в том, что чтение, особенно для детей, достаточно трудная задача. Потому что они и совсем маленькие плохо читают слова, плохо их собирают в предложения. И важно, чтобы ребенок сильно хотел читать эту книгу. А для этого надо знать, что ребенку интересно. То есть, если его интересуют поначалу принцессы, феи, богатыри, все что угодно, купите ему самую простую книгу, которая его будет интересовать, он ее прочтет, научится читать, и у него интересы изменятся. Когда он выучит что-то простое, у него появятся другие задачи. Интересно, что, допустим, в подростковом чтении книг подростков интересуют в основном две вещи. Дело в том, что ведущая деятельность подростка — это социализация с другими подростками. Поэтому, когда они читают книги, им интересно, как подросток реагирует на подростка. Поэтому в подростковых книгах важно, чтобы была девочка, мальчик, и был разным социумом детский, ну подростковый, и между ними были конфликты. Это ребенок будет, подросток, читать взахлеб. Даже при том, что, может быть, там будет не очень хороший сюжет. И вторая деталь подростковой литературы, допустим, это то, что, так как они вступают в новый мир, им хочется изучить не только то место, в котором они живут, квартира, школа, им хочется изучить что-то большее. Поэтому так подростков интересуют какие-то вещи типа фантастики, фэнтези, потому что это другие миры. Но если там есть подростки, которые между собой очень здорово контактируют, это будет вообще заходить на ура. Но если к этому еще писатель вложит под вот эту вот такую вот легкую маску вещи, которые нужны для подростка, действительно, какие-то этические вещи, асоциализация, о том, как становиться личностью, то это будет замечательная книга. А если ребенок пишет, надо ему позволить писать о том, что его волнует, что ему действительно интересно. Если ему интересно пока что, допустим, он читает «Гарри Поттера», и он его любит, и он стал писать о «Гарри Поттере». Пусть он пишет, потому что даже если то, что он написал, кажется бессмысленным, ну, мальчик, допустим, он сам про себя, что он попал в вот эту школу, и там посидел, потом пошел гулять, потом уехал, какой-то набор просто действий. На самом деле ребенок решает для себя огромные социальные задачи, он решает для себя задачи фантазии, окунается в этот мир. Это очень важно не контролировать, хвалить, не давать пока что образования. То есть можно ему говорить, что, а вот у персонажа должно быть три отличительных черты, как у Гарри Поттера, как у Чарли Чарлина, там услышали, а по Трость. Три отличительных черты, ребенок, хоп, сделал интересного персонажа. Вот. И еще. Дети не дописывают произведения до конца. Редкий ребенок. Есть, есть там по России несколько детей, которые книги напечатали. Вот. Важно не ругать ребенка, что он не дописал. Захотел написать что-то, не получилось, отложи, пиши следующее. Не получилось, отложи. Молодец, сколько, ценную коробку тетради написал, молодец. Когда он позарослеет, когда у него психика сложится до того, что ему интересно будет довести это до конца, он доведет. Развиваться на благо республики. Проект автономной некоммерческой организации «Союз молодежи Карачаева Черкесской Республики» поддержан грантом президента России. Социальный проект создания каворкинга молодежного ресурсного центра бизнес-проектов и социально ориентированных некоммерческой организации «Дом молодежи» одержал победу в конкурске фонда президентских грантов. О новых идеях и о том, куда пойдут полученные средства, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Наше объединение можно назвать клубом настоящих профессионалов. В «Союз молодежи Карачаева Черкесской Республики» входят те люди, которые добились определенных успехов в той или иной сфере деятельности, отмечает директор автономной некоммерческой организации «Наурус Байрамкулов». И основная цель работы – создание среды для саморазвития молодежи и раскрытия своих профессиональных навыков. Основная суть организации была не в том, чтобы проводить множество массовых мероприятий, а создать качественную профессиональную среду, в которой эта молодежь сможет обмениваться мнениями, общаться, устанавливать контакты, быть друг другу полезными, кооперироваться в создании коммерческих, общественных, социальных проектов и заниматься элементарной взаимопомощью, взаимоподдержкой. Кроме этого, это вопрос саморазвития. Наша организация разработала свою авторскую образовательную программу, по которой идет постоянно обучение самих членов нашей организации. На базе Союза проводились различные государственные программы популяризации предпринимательства, ты предприниматель, популяризация экологического предпринимательства. За время своей деятельности автономная некоммерческая организация «Союз молодежи» реализовала уже несколько проектов, направленных на расширение возможностей молодого поколения республики в различных сферах жизни. Из массовых мероприятий провели Межрегиональный фестиваль национальных литератур «Праздник книги-2019» и интеллектуальный турнир между командами различных общественных объединений. Мы часто видим в социальных сетях, как люди общества радуются достижениям наших спортсменов и требуют особенного внимания к их поощрению и всему остальному, что действительно является немаловажным. Но при этом часто из фокуса теряются те ребята, которые реализуют себя в направлении интеллектуального развития. У нас есть молодые ребята, которые выигрывают интеллектуальный конкурс. Те люди, которые вкладываются в свое интеллектуальное развитие, они в большей степени влияют на уровень жизни в регионе. Если они будут приезжать, хотеть здесь оставаться, здесь жить, будут чувствовать свою привязку к этим корням и жажду сделать республику лучше, вкладываться в ее уровень, в ее социально-экономическое развитие. Мы хотим сделать именно это. Совсем недавно социальный проект «Дом молодежи» стал победителем фонда президентских грантов. Данная площадка позволит провести различные образовательные мероприятия по основам молодежного предпринимательства, социального проектирования и обучению ключевым инструментам саморазвития. Он будет в формате коворкинга. То есть мы создаем такую площадку, в которой будет три зоны. В одной зоне это рабочая зона, мы ее называем, где будет 10 рабочих мест, где каждый молодой человек сможет на постоянной основе иметь свое рабочее место. Куда он приехал, поработал, есть третье место, грубо говоря, кроме работы и дома, где он может заниматься этим саморазвитием, ростом. Кроме этого, мы создаем и таких будет 10 мест. Естественно, будет разработана определенная система бронирования, чтобы не попадали друг на друга, грубо говоря, как у каждого было в свое время. Данный проект получил поддержку правительства Карачаева-Черкесии. Совсем скоро Дом молодежи откроет свои двери многим молодым специалистам, которые смогут не просто обучать молодежь, но используя проводить свой досуг. Али Халебшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»